Друзья, привет, меня зовут Арташес, я старший преподаватель Moscow Barbering School и сегодня у нас с вами обзор триммеров, бюджетных триммеров, которые вы можете легко приобрести на онлайн магазинах, таких как Озон, Яндекс Маркет, либо же Алиэкспресс. Ценовая категория где-то от 1,5 до 3000 рублей, цена конечно каждый день варьируется, но я думаю на этот ценовой контингент вы можете рассчитывать при приведении данных триммеров. Итак, давайте начнем. Покажу разные варианты и хорошие и плохие, просто чтобы предупредить вас, что некоторые триммеры не стоит покупать. Первый триммер это вот такой с интересным дизайном, нарисованным драком, конечно же на самом деле в работе он не очень нужный. Почему? Есть разные вот такие триммеры, я думаю если вы искали, то увидели в интернет магазинах. В данном случае он включается снизу и у него очень слабая батарея и очень слабый моторчик. Так что если вы хотели себе приобрести именно данного типа триммеры, то обратите внимание, чтобы с ним шла зарядка сразу же с проводом. Данный триммер не идет с проводом, то есть ее нужно разобрать, достать туда аккумулятор, потом зарядить, потом поставить обратно, но в общем в работе это крайне неудобно, поэтому будьте внимательны. Данный экземпляр, скажем так, у нас просто уходит мимо. Следующий триммер бренда VGR, достаточно популярный бренд уже становится и у него очень широкий ассортимент продуктов на рынке. Это такой маленький триммер, у него два режима работы, то есть сначала медленно крутится, потом обороты чуть больше увеличиваются. Честно говоря, медленные обороты не совсем нужны, всегда будете работать, наверное, на больших оборотах, но вот такой триммер, опять-таки, посмотрите, ссылочками оставимся, он больше, наверное, для домашнего использования, если там клиентам рекомендовать, подправить какие-то контура. Каждый день в работе он очень сильно, скажем так, израсходуется, потому что здесь тоже маленький аккумулятор, поэтому быстро садится и моторчик не самый мощный, то есть если вы долго и много работаете, этот триммер будет слабо себя показывать. Двигаемся дальше. Следующий триммер тоже VGF, но уже другой модели. Вот такой, в принципе, достаточно стильный, глянцевый. Сборка здесь очень хорошая, я бы сказал, очень легкий, в руке прям вообще как будто не ощущается. Здесь точно также есть два режима, то есть два оборота, более медленный, более сильный. И что более интересно, здесь есть индикатор зарядки, то есть под цифр он пишет, сколько зарядки осталось в машинке, вы посмотрите, если там уменьшилось, сразу ставите на зарядку. Еще из интересного, здесь есть два типа зарядка зарядных кабелей. Вот его стандартный и еще добавок есть просто mini-USB, то есть если вдруг потеряли, через обычный mini-USB можно заряжать эту машинку в том числе. Дальше, какой минус, да, здесь можно сказать, в принципе, лезвия, то что они не совсем, наверное, высокого качества, которые идут в комплекте. Но вот эти их разъемы, то есть шайбы, которые тут вкручиваются, они идентичны под триммеры ВАУ. Поэтому, если у вас есть оригинальное там лезвие от ВАУ, вы можете, в принципе, спокойно разобрать данное лезвие, переставить туда лезвие от ВАУ, и она будет очень, то есть четко вставляться и хорошо работать, то есть другими лезвиями. Ну и, в принципе, если эти лезвия со временем у вас, скажем так, испортятся, то их легко можно заменить. Это, в принципе, тоже плюс. Двигаемся дальше. Следующий триммер, вот такой металлический бренда Kemi. Тоже, в принципе, этот бренд имеет очень обширную линейку машинок сейчас на рынке. Здесь у него только один режим, да, то есть нет медленного режима. Но это я бы не сказал, что минус, честно говоря, в предыдущих вариантах обороты не всегда, скорее всего, будете использовать самые быстрые. В медленных оборотах прям принципиального смысла нет. Индикатор, да, то есть зеленый, значит, аккумулятор хорошо наряжен. В чем здесь плюс? Сборка прям очень классная для тех, кто любит металлические сборки. В руке ощущается уверенно, увесисто. Если упадет один раз, да, там нету страха, что сразу что-то сломается. Что еще очень прикольно, у него идет зарядка от Type-C. От обычной Type-C, у которой многие телефоны заряжаются, да, то есть воткнули Type-C и она заряжается. Это прикольно. Батарейка, то есть тоже хорошо здесь держит. Если сравнивать по мощности, я думаю, они будут плюс-минус одинаковые. Но это прям за счет того, что металлический намного добротнее в руке чувствуется. Лезвие, как вы посмотрите, здесь у нас уже поставлено фирмы вал оригинальный, который с ним шло. Мы заменили поставленный вал. В принципе, оригинальное лезвие было неплохое. Но, опять-таки, если вы хотите более, там, допустим, острый срез, можете поставить вал. И здесь она тоже легко и просто встает и очень хорошо, в принципе, работает. Двигаемся дальше. Следующая машинка в нашем обзоре, вот такая интересная машинка, называется Ancient. Тоже один режим. Снизу есть индикатор. Индикатор, вот сейчас смотрите, мигает красным, это значит, что батарейка садится. Это тоже достаточно удобно. То есть, у него работа начинает красным мигать, значит, сразу нужно ставить на зарядку. У него своя особая зарядка. Дальше. Здесь лезвие снимается просто одним нажатием. То есть, здесь не надо ничего откручивать, легко снять, почистить и поставить обратно. Это как плюс, так и минус. Да, то есть, плюс в том, что вы быстренько и легко можете разобрать его и почистить. Минус в том, что если это часто делать, если у вас неудачно упадет эта машинка лезвием вниз, то, скорее всего, там все разболтается. Она будет болтаться, сломается и, в принципе, машинка выйдет из строя. Если говорить про саму сборку, на самом деле очень хорошая сборка. Хоть она пластмассовая, то есть, здесь нет ничего металлического, но чувствуется, ничего не скрипит. В руке лежит очень хорошо. В работе за счет своей вот этой лезвии, да, опять-таки, лезвие здесь не настраивается, она из-за воды идет. Вы не сможете ближе поставить, в отличие от предыдущих вариантов. Но она очень мягко срезает волосы, да, то есть, для тех, кто любит этот более мягкий срез, либо как дополнительный триммер, да, очень хорошо подходит, очень хорошо себя рекомендует. То есть, не надо менять эти лезвия на какие-то другие. Все, что идет с коробки, достаточно хорошо работает и очень мягко, без каких-то порезов снимает волосы. Так что, в принципе, достаточно тоже хороший вариант для начинающих ребят, либо же ребят, которые там есть триммеры, хотят там дополнительный какой-то себе приобрести, тоже вполне подойдет. И последний вариант такой, наш на обзор. На первый взгляд, вам может показаться, что это скелетон. На самом деле, это реплика под скелетон. В данном случае, еще мы немножко его прокачали. Этот триммер идет тоже каким-то своим лезвием. Но мы здесь поставили лезвие от Эндис. Но тут немножко более проблематично. Чтобы это лезвие поставить, ее нужно будет отсверлить дополнительные два отверстия. Только после этого она идеально встает. Но, если вы, скажем так, хотите немножко заморочиться, можете действительно вот такой вариант привести. поставить лезвие от Эндиса. И он достаточно мощно и очень остро будет работать. Да? То есть, здесь чувствуются обороты. Она, конечно, чуть послабее, чем если опять реплика и ставлюсь с скелетоном. Но все свои задачи вполне выполняет. Долго держит батарею. Тут тоже достаточно объемная батарея получается. И очень за счет того, что здесь Эндисовская лезвие очень остро убирает сборка. Тоже она вся металлическая, поэтому руке смело лежит. И если вдруг опять-таки уронили, наверное, с первого раза точно не сломается. Но из всех этих вариантов, наверное, вот такая сборка выйдет дороже всего. Да? По ценам там в комментариях напишем. Но, в целом, сама машинка по себе, наверное, самая дорогая из этой линейки. Плюс, если вы туда еще покупаете и поставите лезвие от Эндис, то сумма увеличивается. Однако, в принципе, на любой бюджет вы сможете из этих машин выбрать что-то себе. Ссылки оставим в комментариях. Какие-то вопросы будут, пишите, ответим. И дополнительно два шейвера. Тоже VGR и Kemi бренды. Kemi такой более крупный. В принципе, очень похож на шейвер от компании Valve. Чуть более слабый, опять-таки, да. Но, по всем остальным характеристикам, они достаточно идентичны. Для начала, для первого времени, если вы только там новичок, в принципе, можете приобрести такую машинку. Вполне хорошо будет служить. Второй вариант VGR. Более маленький такой вариант. Наверное, прям для больших объемов фейдов он не подойдет. Но, там, зачистить контура, какие-то окантовочные линии, да. Может быть, линии на бороде. Вполне хорошо будет работать. И, то есть, на руках сборка тоже очень-очень достойно чувствуется. Ну, либо же, опять-таки, по реке давать клиенту там на дом. Что-то такое тоже можно смело рекомендовать. Спасибо за внимание. Всем пока!